Всем привет! Меня зовут Марина. Я очень рада вас видеть на своем канале Позитив ММ. Сегодня я хочу рассказать вам о проверенном и очень эффективном способе, который поможет избавиться от пигментных пятен на руках. Также этот способ можно применять и при наличии веснушек или пигментации на лице. Для него нам потребуется салицилово-цинковая паста. Обратите внимание, не мазь, а именно паста. Узнала я про данный метод от своей подписчицы, которая только благодаря салицилово-цинковой пасте избавилась от пигментных пятен на руках. Сегодня мы поговорим про все тонкости и основные правила применения салицилово-цинковой пасты для отбеливания пигментаций на руках. И как вы уже, наверное, поняли, на канале у меня снова рубрика «Советуют подписчики». Салицилово-цинковая паста применяется против веснушек и пигментных пятен уже много лет. Она состоит из вазелина и оксида цинка и представляет собой густую белую пасту. Изначально она применялась как противовоспалительное средство. Салицилово-цинковая паста подсушивает ранки, затягивая их защитной пленкой. Также салицилово-цинковая паста обладает отбеливающим эффектом из-за действия основного вещества – оксида цинка. Так при каких же проблемах нам может помочь это универсальное средство? Для применения пасты нет ограничения по возрасту и состоянию здоровья. Она помогает даже грудным детям и беременным женщинам. Салицилово-цинковая паста стоит сущие копейки. Ее можно применять постоянно, без перерывов. Она выпускается в тубе или баночке и имеет очень большой срок годности. Так как же применять салицилово-цинковую пасту для отбеливания пигментных пятен на руках? Еще раз, кстати, напомню, что для осветления веснушек и пигментации на лице вы также можете использовать этот метод. Сначала тщательно моем наши ручки. Далее для усиления эффекта можем протереть пигментное пятно соком лимона, 3% перекиси водорода или слабым раствором пищевой соды. Наносим салицилово-цинковую пасту только на то пятно, которое хотим осветлить. По мере впитывания пасты наносим новый слой и так повторяем 4-5 раз в день. Применять ее можно неограниченно до достижения нужного вам эффекта. Необходимо помнить, что салицилово-цинковая паста обладает подсушивающим свойством. Поэтому, если кожа у вас начнет шелушиться, можно смешать пасту в равных пропорциях с маслом виноградных косточек, к примеру, миндальным или персиковым маслом. И на вашей коже не останется ни малейшего намека на сухость. Минимальный курс применения салицилово-цинковой пасты 1 месяц. За это время пигментные пятны на коже обычно значительно светлеют. Побочных эффектов от салицилово-цинковой пасты, как правило, не наблюдается. Нельзя ее применять только при обширных открытых ранах, сильном воспалении кожи или глубоких порезах. Но перед первым применением средства я, как всегда, рекомендую вам провести тест на аллергию на сгибе локтя. На сегодня на этом все. Надеюсь, вы обязательно испытаете эффективность салицилово-цинковой пасты и поделитесь своими результатами в комментариях. Подписывайтесь на мой канал Позитив ММ, ставьте свои оценки. Пока-пока, до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!